Один из самых важных вопросов на таких крупных форумах это работа медиков. Так вот, наши врачи готовились к играм на протяжении года. И главная задача здесь распределить потоки пациентов так, чтобы им, и вам, и спортсменам, и болельщикам мы могли все получить оперативную помощь в любое время суток. Всего для участников спортивного форума задействованы 7 больниц. А в студенческой деревне с нуля построили целую поликлинику с новейшим оборудованием для восстановления спортсменов после соревнований. Бригады докторов также будут работать в аэропорту, на вокзалах, в медцентрах и, конечно, на самих стадионах. Но самое главное, что, конечно, волнует жителей столицы, не изменится ли качество обслуживания для нас самих. Вот обо всем об этом расскажет Юлия Гризант. Кардиология, неврология, множественные повреждения и травмы головы. В больнице скорой помощи не бывает выходных или перерывов. Здешние хирурги готовы принять пациента любой степени тяжести. На операционный стол сразу из машины скорой помощи. А на время европейских игр здесь уже оборудовали 25 новых койко-мест в нейрохирургическом отделении. У нас достаточное количество врачей владеет иностранными языками. В основном английским языком порядка 80 человек из числа врачебного состава. Именно график дежурства во время проведения вторых европейских игр мы будем составлять с учетом этого обстоятельства. Всего для участников и гостей спортивного форума задействованы 7 больниц. А в студенческой деревне, где будут проживать около 6 тысяч человек, открылась целая поликлиника. Здесь новейшее оборудование для восстановления спортсменов после соревнований. Она будет таким хорошим наследием для студентов, которые будут проживать в студенческом городке. Эта поликлиника будет обслуживать 15 тысяч студентов, которые будут проживать на этой территории. Поэтому это очень хорошее дело. Мы ее снастили прекрасным медицинским оборудованием. И медицинская помощь будет оказана по всем направлениям, которые необходимы. Во время европейских игр врачи работают не только в больницах. Бригады также сосредоточены в аэропорту и на вокзалах. Не говоря уже о том, что на каждом стадионе дежурит целая команда медиков, которая готова оказать неотложную помощь прямо в эпицентре событий. На объектах, где проводятся соревнования, будут работать полсотни мобильных бригад и 40 медицинских пунктов. Они расположились в зонах для спортсменов и отдельно в зрительских зонах. Количество таких стационарных пунктов зависит от масштаба площадки. Например, на стадионе «Динамо» два для спортсменов и пять для болельщиков. Ну а здесь, во дворце спорта, по одному на каждую категорию. Кстати, курить на объектах спортивного форума строго запрещено. Волонтеры имеют право вывести нарушителя с территории без табака. Для того, чтобы соблюсти вот этот баланс прав курящего и некурящего населения, мы вступили в диалог с дирекцией европейских игр для того, чтобы создать места специально предназначенных. Но главным условием является, чтобы дым табачный не поступал в места проведения европейских игр. Вся деревня спортсменов объявлена территорией свободной от табака, где курение полностью запрещено. В Минздраве заверили, качество помощи для жителей столицы не изменится. Структуру работы выстроили так, чтобы потоки белорусских пациентов и наших гостей не пересекались. Кроме того, на время спортивного форума введут 20 дополнительных бригад скорой помощи. И это не предел. По словам медиков, сформирован резерв докторов, которые готовы принять любого пациента в любое время суток. Юлия Гризунд, Николай Лошкевич, Денис Гатило и Владимир Тихонович. Агентство теленовостей.